Завлечение. С помощью тактического приема завлечения можно заставить фигуру противника занять невыгодную для нее позицию, на которой эта фигура подвергнется атаке и гибнет, либо существенно мешает координации собственных сил, из-за чего гибнут другие фигуры. Посмотрим на примере. Здесь король и ферзь белых стоят на одной диагонали. Это дает черным возможность поставить их таким образом, чтобы, организовав коневую вилку, поставив коня на поле d3, заставить белых потерять ферзя. При этом важно, что поле d3 не защищено белыми. Для осуществления задуманного черным нужно заставить белого ферзя встать на поле f2, завлечь его туда. Черный слоном с поля c5 бьют пешку на поле f2. Объявляют шах белому королю, атакуют ферзя на поле g3 и коня на поле g1. Белый ферзь бьет слона на f2. Тогда черный конь с поля e5 идет на поле d3. И получается даже тройной удар. Атакуются ферзь, король и слон c1 белых. Завлечение, как правило, проявляется в сочетании с другими тактическими средствами. В данном случае мы видели коневую вилку. Обычно завлечение сопровождается жертвой, что было и в этом примере. Хотя встречаются случаи и без жертв. Следующий пример из партии Перлес-Дас-Хатимирский, Карлсбад, 1911 год. Здесь вы видите связку по линии g. Пешка g2 заслоняет короля от ферзя на поле g3. Черные стремятся завлечь под коневую вилку ферзя и короля белых и организовать новую связку с целью выигрыша ферзя. Белые пытаются этого избежать и делают ход слоном с поля h5 на поле f3. Слон сейчас находится под ударом черной ладьи на поле e3, ферзя g3 и коня e5. Но черные не принимают жертвы. Им выгоднее пойти ладьей на поле e1. Под ударом белый ферзь f1. Черным важно завлечь ферзя на поле e1. Тогда ферзь и король белых будут стоять так, что черные смогут организовать коневую вилку. Белому ферзю ничего не остается, как побить ладью e1. А вот сейчас черные конем e5 бьют слона на поле f3. И мы видим коневую вилку под ударом ферзь и король белых. Обратите внимание, черный конь на поле f3 вроде бы находится под ударом пешки g2 и ладьи f2. Но и ладья, и пешка находятся в связке. Пешка прикрывает короля от ферзя g3, а ладья ферзя e1 от того же ферзя на поле g3. Но у белых нет иного выхода, как ладьей f2 побить коня. Тогда черный ферзь бьет белого на поле e1 и объявляет шах королю. Король уходит на поле h2. Черные добились своего, выиграли ферзя. Дальше в партии последовало. Ферзь идет на поле d2, угрожая пешке a2 и пешке d5 и связывая пешку на поле g2. Белая пешка a2 делает ход на поле a3. Черный ферзь бьет пешку d5. Белый король возвращается на поле g1. Черная пешка g7 на g5. Белый король на h2. Черный король идет на поле g7. Белый король на g1. Черный король на g6. Белый король на h2. Черная пешка a7 на a5. Белый король на g1. Черный король на f5. Белый король идет на поле f2. Черный король на поле e4. Белый король на Е2, оппозиция Черный ферзь идет на поле А2, шах и атака пешки на поле А3 Белый король ушел на поле Ф1 Черный ферзь с поля В1 объявляет шах Белый король идет на поле Ф2 Черный ферзь на поле Д1 и белые сдаются Великим тружеником по части двойных ударов, как мы уже знаем, является ферзь И этот пример лишнее тому доказательство Это позиция из партии Винокуров-Мацукевич, 1974 год У белых не защищена ладья Е2 Черные хотят завлечь короля под двойной удар ферзя Их цель форсировать выигрыш ладьи и тем самым добиться материального преимущества Черный слон с поля Д7 идет на поле А3 и объявляет шах белому королю Черные идут на жертву, заманивая короля на поле А3 И король бьет слона Тогда черный ферзь идет на поле А5 Угрожает королю и ладье на поле Е2 Двойной удар Белые защищаются Ферзь перекрывает линию атаки по своему королю Он идет на поле А4 А ладью на поле Е2 Черные бьют ферзем Дальше белый ферзь идет на поле Д8 Шах Король уходит на поле А7 Но ситуацию не спасти И белые сдаются Своеобразные неожиданные могут быть пешечные вилки Смотрим пример Партия Знапик-Бернард Польша, 1971 год Белая ладья Д6 идет на поле Д8 Завлечение Белые вынуждают черных бить ладью Иначе на следующем ходу окажется битая ладья А8 Белая пешка С6 идет на поле С7 Пешечная вилка Она угрожает черному королю и ладье на поле Д8 Король уходит от шаха на поле В7 А пешка становится ферзем на поле Д8 Это поле не контролируется черными И ферзь находится в полной безопасности И кроме того, пешка, уходя, открывает линию атаки по королю Своей ладье Е7 Шах Еще пример, где в завлечении используется пешечная вилка Партия Ларсен-Спаский Линарес, 1981 год Черная пешка Ж5 идет на поле Ж4 Пешечная вилка Пешка атакует короля на поле H3 И ферзя на поле Ф3 Белый ферзь с места двинуться не может Он находится в связке И прикрывает короля от черного ферзя на поле Е3 Поэтому белые бьют пешку Ж4 королем Это черным и надо Король завлечен на поле Ж4 Теперь черный слон Ф7 идет на поле H5 Шах Король бьет слона И ферзь с поля Ж5 объявляет мат белым Вообще проходным пешкам всегда следует уделять особое внимание Тем более, когда им до превращения остается шаг другой Вот интересный пример с неожиданным решением Партия Толушкерис Ленинград, 1939 год Белым до победы остался один ход Если белый ферзь побьет пешку на поле Ж7 Черные получают мат Бить ферзя король не может Это битое поле ладьи Б7 Но проблема в том, что очередной ход за черными Это значит, что черным надо так организовать игру Чтобы белый король был все время под шахом Тогда белые будут заняты его спасением И у них не будет ни единой возможности отвлечься от этого Смотрим партию Черный ферзь с поля Б3 идет на поле Ж3 Шах Черные завлекают короля на поле Ж3 И он бьет ферзя И оказывается, именно на этом поле Ж3 А черные делают ход пешкой Е2 на поле Е1 Она превращается в ферзя И белый король вновь под шахом Здесь белый сдаются Очевидно, что новоявленный ферзь и ладья с поля Е5 Заматуют короля, держа его под постоянным шахом Завлекающие жертвы нередко используются для извлечения неприятельского короля Из укрытия на сквознячок под атаку многочисленных фигур на линию действия батареи соперника Посмотрим такой пример Белая ладья с поля H6 идет на поле H8 И объявляет шах черному королю На защиту короля встает конь Он идет с поля F6 на поле Ж8 Вероятно, черные надеются, что белые побьют коня ладьей И она окажется на обитом поле короля Белые так и поступают Ладья H8 бьет коня на поле Ж8 Черный король бьет ладью на Ж8 А белые делают ход ладьей H1 на поле H8 Атакуют черного короля И черные поняли, что находятся в безвыгодной ситуации И сдались Действительно У них есть единственный ход Король должен побить ладью H8 Но тогда следующий ход Белые сделают ферзем на поле H7 И объявят черным мат Побить ферзя на поле H7 Черные не могут Поскольку он защищен слоном B1 Идея завлечения под двойной удар Многократно представлена в классическом этюде Французского шахматного композитора Ринка 1903 год Белая ладья А5 делает ход на поле А8 И фактически предлагает себя побить черному ферзю Цель этого действия Завлечь ферзя на поле А8 А потом сделать ход слоном на поле F3 И объявить шах черному королю И сквозь него Атаковать ферзя Черные на провокацию Не поддаются И ферзь Он все-таки тоже оказался под ударом Уходит на поле А2 Ладья с поля А8 Бьет пешку на А4 Угрожает ферзю И в то же время Встает под его удар Это завлечение предполагает Если ферзь побьет ладью На поле А4 То слон сделает ход На поле Е8 И атакует короля И сквозь него ферзя Ферзь черных не бьет ладью А возвращается на поле G8 Ладья идет на А8 Снова угроза ферзю Он уходит на поле H7 Белый слон с поля H5 Делает ход на поле G6 Угрожает ферзю И ферзь вынужденно бьет слона Белые добились цели Ферзь и король Стоят на одной горизонтали И теперь ладья Делает ход на поле А6 Объявляет шаг королю И через него Атакует ферзя Которого черным спасти уже